Всем привет, добро пожаловать на мой ютуб канал. В этом бою я покажу, как противостоять вертексам с помощью ягуаров. Ну и расскажу немного о плюсах ягуаров на малом ранге. Сразу предупреждаю, что играем против совсем слабых игроков, поэтому тут уж не совсем важно, что происходит на поле сражения, а скорее то, что я делаю во время сражения, то есть как я выхожу в технику и почему. Вот, противники слабые, я играю с напарником, у него достаточно крепкая прокачка, и мы согласовали, что я буду выходить в тяжелую технику, то есть ягуара, а мой напарник будет выходить в кречеты. Поэтому я сообщаю своему напарнику, куда он должен отправлять свою пехоту, я постараюсь как можно больше ящиков оставить своему союзнику. То есть я попытаюсь по мере возможности оставить контейнеры на центре карты, ну и соответственно пол между нашими базами, возможно даже в ящике возле моей базы я оставлю своего напарника. Собираем здесь контейнер, не хочется, чтобы его забрал оппонент, видим, что оппонента на центре в принципе нет, поэтому одного стрелка отправляем на уничтожение штурмовика, чтобы он не мешал, второго отправляем вперед. Вот поэтому в принципе можно отдать даже контейнер на центре, но нужно следить, чтобы его не забрали. Возвращаясь я обратно, вдруг потеряем этот контейнер, этого не хочется, чтобы произошло. Ящик между холмами противника он уже взят, а я не сделал до заказа, у меня всего лишь 6 стрелков, нет постройки зданий. То есть один контейнер мы потеряли, кстати, самый важный, там где-то 200 или 250 ресурсов, очень много. На центре, наверное, где-то 100 ресурсов. Вот, мой напарник почему-то вообще не взял свой холм, и сейчас даже вот эту позицию, я думаю, он отдаст. Не знаю, есть ли здесь контейнер или нет. На холме все-таки напарник мой берет, а вот здесь ящик все-таки есть, и мы его даем нашему оппоненту. Ну, вот так вот, ну, будем надеяться, что мой напарник выйдет кречетом. Я же построил по ошибке на один центр снабжения больше, чем надо. У меня 6 центров снабжений, если вы ходите регуары или даже кречет, и никогда не строите 6 центров снабжений. Ну, разве что, может быть, на 13-м ранге, где экономика получше, там уже можно играть 6 центров снабжения. То есть, преимущество 13-го ранга на 12-м по плане экономики, оно весьма ощутимо и весьма неприятно. Есть возможности. В общем, есть возможности. На 12-м ранге, может быть, даже на 13-м ранге, проблема в том, что вы не можете себе позволить то, что вы смогли бы позволить на 15-м ранге. Вы не можете себе позволить строить юниты сразу с трех заводов и вообще построить эти три завода. Это весьма печально, но вот так вот играем. При этом молоты сильнее, чем броники, и это очень грустно. Зевсы, ну, здесь вообще без комментариев, они крошатые ягуары как картон, ну, и даже гренадеры и штурмовики с легкостью справляются с ягуарами. То есть, ягуар, он неиграбельный на малом ранге, но я все равно покажу вам, как его использовать. То есть, ставим 5 центров снабжений. В чем фишка ягуара? В том, что он очень дешевый в прокачке, но ягуар требует электростанции. Вот электростанция, она дорогая в прокачке. Но все же придется качать электростанцию. Ну, все равно она в будущем понадобится, правильно? Ягуар дешевый в прокачке. На 13-м ранге, конечно, он будет пополезнее, получше, так как, ну, там экономика получше. И вообще, ягуар получает именно на 13-м ранге улучшение всего. Немного урона, немного скорости выстрела, немного скорости установки в стационарный режим, немного хп, немного брони. В общем, полностью, ну, может быть, что-то я лишнее сказал, но, в общем, сильнее будет. Поставили 6 центров снабжения, это весьма приятно. 6 центров снабжения, 6 центров снабжения, все еще окупается, ну, не очень быстро, но окупается. Хотя, в реальном бою он не окупит тебя, так как, ну, для сопротивления вообще не нужно выходить в длительные бои. Вот не хватает электроэнергии, ресурсов на дополнительные электростанции не хватает. О чем я? В реальном бою центры снабжения себя не окупишь, а стоит так, как нужно строить электростанцию, а это дорого. Так что нет. Разве что, если вы будете использовать ту электроэнергию, которую вы построили. Если нет, то вы вышли в минус. А чтобы использовать электростанцию третью, ну, в случае, конечно, если у вас прокачанная электростанция, вот, третья электростанция, ну, она должна приносить какой-то ощутимый доход. Вот, кстати, зря построили завод электростанцию, то есть теперь у нас будет проседать завод. Ну, хотя мы не могли в него выйти, так что нет, все-таки правильно построил. А вот, третья электростанция уже подразумевает, что вы уходите либо в позднюю игру, либо в третий уровень штаба. Ну, короче, сомнительная вещь. Да, очень сомнительная вещь. Нет, пожалуй, третья электростанция, это значит только одно, что вы выходите в дополнительный завод. По-другому не дано, так как если вы уходите в третий уровень штаба, то вам плевать, есть электростанция или нет, вы все равно будете делать производство из одинакового количества заводов и казарм. Вот так вот и живем. То есть выход нужен обязательно на пяти центрах снабжения, ни в коем случае не на шести. Если вы уходите в те же кречеты, можно даже четыре центра снабжения поставить. Вам пятый, в принципе, не нужен. Вам главное, как можно быстрее построить кречет и уничтожить тремя кречетами строй двора. А далее просто лететь над базой, чтобы не достроился этот строй двор и дальше уже давить потихоньку оппонента. При этом ни в коем случае нельзя строить два авиазавода. Вам просто не хватит электроэнергии на второй аэродром. В общем, это печально. Нельзя строить два авиазавода на малобранке. Ну, только, конечно, если вы не будете хорошенько их густить. Лучше потратить эти ресурсы, лишние небольшое количество ресурсов на три башенки. Ну, конечно, не увлекаться и несколько гренадеров. Вот. Строим завод. Плюс-минус хватает ресурсов. Очень поздний выход к игуару. Прямо, как петро, поздний выход. Но я вам сейчас объясню, почему полезно выходить к игуару. И почему нужно обязательно строить два авиазавода. Если к вам приезжает молота, у вас уже есть шесть игуаров. Ну, шесть игуаров можно иметь спокойно к седьмой минуте. Вот у вас шесть игуаров и приезжает молот. Они видят, что у вас есть игуары. И в городе, в городе, ягуарами на самом деле легче будет отбиться. Плюс пехота будет мешать. Ну, в общем, легче отбиться. Если, конечно, это не два КО-мод. И противник не станет на вас атаковать. Вы выиграете время. Плюс к шестой минуте можно уже разведать, есть ли у противника вертексы или нет. Ну, конечно, на бустах там вертексы будут намного раньше. Но все же. Представьте себе, что вы играете в средние ранги и не бустите так сильно. К шестой минуте можно уже понять, есть ли там у противника авиация. Если она есть, то просто выходит в ПВО. Далее у вас есть вариант строить дикообразы, либо еще немного ПВО и идти в деф. Но, в общем, не все так плохо, как кажется. Ну и далее, конечно, на шестой минуте, если там много молотов, можно уже начать сделать дозаказ пехоты. Ну и, соответственно, если там нет вертексов, то вы можете сделать где-то 9 ягуаров и пойти в атаку. Но нужно обязательно иметь большое количество пехоты, прямо конкретное количество пехоты. И это должно быть именно на стрелки. Во-первых, гренадеры стоят дорого. Ну, вам не получится улучшить казарму, это слишком дорого. Во-вторых, гренадеры это медленно. Ну и на самом деле это очень дорого. Да, ягуары, в принципе, хорошо справляются с техникой. В определенных позициях, конечно. А стрелки понадобятся против гренадеров, потому что ягуары уничтожают абсолютно все. Зевс, 5 зевсов убивают ягуары просто в картон. Да, вы можете, конечно, разложиться, но раскладка она неудобная. Если вы играете без бусов, вам всегда не будет хватать пространства. То есть ваши ягуары просто не будут стрелять достаточно далеко, часть из них, и урон будет проседать. Ну, в общем, беда, печаль. То есть, есть у вас преимущество ягуаров, но по-любому зевсы будут что-то выбивать. Ну, здесь совсем слабенький оппонент. Идем, делаем раскладку. Упехи у него не прокачаны. Армии никакой. Возможно, он даже собирался выходить в зевсы, но уже поздно. Видим вертекс. Плевать, мы хотим на вертекс, потому что у нас критическая масса. У нас также есть несколько вариантов. Либо отступаем под ПВОшки, конечно. Либо... Нет, додавливать, конечно, противника не надо. Если бы это были вертексы синего игрока, можно было бы продавить. Если это вертексы зеленого игрока, то нужно, конечно, отступать. А нельзя терять ягуары. Ягуары ни в коем случае нельзя терять. Они очень дорогие, это ваше время. Ну и, соответственно, сопротивлением вообще ничего нельзя терять. Так как, ну, это картон, как бы вот. Плюс вам могут уничтожить очень легко заводы. А это печаль. Итак, у меня 10 ягуаров. Очень мало, на самом деле. Ну, есть дикообразы. Пока что нам уничтожили, по-моему, 2 дикообраза. Ну, топливо, естественно, заканчивается у вертекса. Вот. Еще до заказа с 4 ягуаров. Все-таки 12 ягуаров в 11-й минуте. Ну, так себе тайминг, если честно. Очень плохой. Хотя 12 ягуаров в 11-й минуте. Ну, обычный тайминг, скажем так. Ну, не очень хороший. Вот. Просел немного до заказа. Ничего не заказывали. Есть возможность сейчас сделать заказ дикообраза. Ну, и дополнительное строим ягуара. Здесь, кстати, нужно было добавить в массу гренадер, где-то штук 10. И зеленый игрок уже полностью пропитал. 14 ягуаров у нас на 12-й минуте. Я не уверен, уничтожили нам хотя бы один ягуар. Ну, мы играем без бустов. Тоже неплохо. Вот. На открытой местности 10 ягуаров сливают 16-й молотом. Почему? Во-первых, ягуар-картон. Его все, блядь. Зевс, штурмовик, гренадер. Даже цифрон его царапает, но неплохо. И бункера. Реально, бункера кусают ягуара. Ягуара, на самом деле, очень хорошо. Особенно, как бустом. Это просто люто. Так что, имейте в виду. Здесь, кстати, надо было идти напролом. Ну, не знаю, почему я так сделал. Плевать на вертекс. Надо было идти напролом. Непонятно, почему я решил сэкономить. Ну, чисто по привычке, наверное. Топлива в вертексам не хватило. Вот. Почему левают ягуары молотом? Во-первых, ягуар-картон. Во-вторых, если вы разложитесь на открытой местности, то, неважно, как хорошо вы разложитесь, молоты уже будут к вам передвигаться. То есть, без разведки не очень хорошо встречать молоты. Ну, вы увидите, допустим, 3-5 молотов. Они уже будут приближаться. Но фишка в том, что ягуары бьют реже, чем. Скорострельность у них намного меньше, чем у молотов. То есть, урон более эффективно распределяется у молотов. Это раз. Во-вторых, молоты в движении, они могут фокусировать урон. То есть, урон будет еще более эффективен. В-третьих, когда молоты движутся, урон от ягуаров, он не по площади. То есть, вы теряете сплэш. Это неприятно. В-третьих, когда вы стреляете по молотам, они постепенно к вам движутся. И вместо того, чтобы нанести 3 выстрела, чтобы добить ямод, вы стреляете 4 раза. Один-два выстрела уходят в никуда. Соответственно, очень легко вас продают. Хотя, если вы потеряете 2 ягуара первых, то остальные попадают почти сразу. Молоты зайдут к вам в вашу пачку ягуаров. Ягуары начнут стрелять сами по себе, короче. Но это печально. Так что, поверьте, молот это просто ямба. На малом ранге ягуар ничего не может противопоставить. На самом деле, на более-менее высоких рангах, где-то на 18 ранге, молоты весьма неплохо заходят. Если это сделать быстро и грамотно, ну, такое редко бывает на высоком ранге, что ягуары идут вперед. Но все же. Вот, то есть, тактика эта имеет ряд сложностей. Нужно как можно быстрее все это сделать. Но, с другой стороны, если у вас есть поддержка вашего напарника, а он будет строить гренадеры плюс дикообразы, то у вас есть шанс выиграть. Да, может быть, вашего напарника пробьют, допустим, 2 КО. Но он все равно сможет дать вам дикообразы. И, соответственно, вы продавите оппонента и не будете так сильно терять вашу армию. Все-таки не стоит строить сразу все и сразу, так как ресурсов никогда не хватит, тем более на малом ранге. Ну, что же, делайте вы, стоит ли выходить в кречет или ягуар на малом ранге. Вот, если вы все-таки решили играть тяжелой техники, то делайте это быстро и крайне грамотно, и ни в коем случае не терять армию. Ну, и, конечно, никаких хамелеоны, только пехота. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!